Добрый вечер, вы смотрите Ост-Вест, европейский информационный телеканал на русском языке, мы вещаем из Берлина. В студии Мария Макеева, в эфире дайджест новостей и в этом выпуске война слов. Отойти и заткнуться, посоветовал России британский министр обороны Гевен Уильямсон в ответ на обещание выслать из Москвы британских дипломатов. Можете себе представить, как обрадовались этой внезапной британской группости в Москве. Путину это нужно, чтобы опять настроить россиян против внешнего врага. Что еще говорят прохожие на улицах Берлина о покушении в Солсбери? Мы в ссоре не с Россией, не с россиянами, а с теми людьми, кто прямо связан с Владимиром Путиным. Глава АМИД Великобритании сегодня дал целую серию интервью, пытаясь объяснить, как же теперь будут строиться двусторонние отношения. Самым лучшим британским ответом России будет отказ от Брексита. Неужели покушение на Сергея Скрипаля внезапно качнуло Британию обратно к европейскому континенту? В момент, когда двусторонние отношения, отношения между странами, доходят до нижней точки похолодания, в момент, когда министр обороны Великобритании объявляет, что после атаки с использованием нервно-паралитического газа его страна инвестирует 48 миллионов фунтов в новый центр химзащиты, даже в этот момент никто не ожидает, что британский министр обороны выскажется вот так. Что мы сделаем, когда увидим, как Россия реагирует на то, что мы сделали? Это совершенно отвратительно и возмутительно, что Россия сделала в Солсбери. Мы ответили на это. Честно говоря, Россия должна отойти и заткнуться. Но если они отреагируют на действия, которые мы предприняли, мы внимательно это рассмотрим и изучим наши варианты. Но было бы неправильно заранее оценивать их ответ. Вот это отойти и заткнуться обошло все российские информагентства тоже. И многие, наверное, впервые после такого заявления заинтересовались. Это что же за министр обороны такой у Великобритании, который, как шутят в Твиттере британские, кстати сказать, журналисты, в тяжелые времена внезапно превратился в Марию Захарову. Гевин Уильямсон не военный. В университете он изучал общественные науки. Был директором керамической фабрики и архитектурного бюро. Политическую карьеру начал в 2005 году, значимых должностей долгое время не занимал. Парламентский секретарь младшего министра по делам Северной Ирландии. Вот такие должности и все в таком роде. В итоге он дослужился до парламентского секретаря Дэвида Кэмерона и впервые привлек к себе внимание в 2013 году, когда во время ответов Кэмерона на вопросы депутатов получил замечание от спикера Палаты общин за шумное поведение, мол, дело секретаря перебирать бумажки и носить их, а не шуметь в парламенте. Впрочем, иногда шуметь, видимо, все-таки полезно, поскольку Гевин в 2015 году сам избрался в парламент, а при Терезе Мэй в ноябре прошлого года был назначен ни много ни мало министром обороны. И это вызвало удивленную и нелестную для Гевина Уильямсона реакцию. Слишком молод для этой должности, на свои 40-41 даже не выглядит. Очень противный тембр голоса в нос, даже смеется неубедительно. Серьезно, это все цитаты. Так писала эта зимой британская пресса, и не таблоид сан при этом, а вполне консервативная газета Daily Telegraph. Интересно, что они напишут завтра. Боже, если это Третья мировая или конец света, то почему все это наступает так постыдно? И если мы действительно хотим досадить Россию, мы должны отменить Брекзит. Так считает обозреватель британского политического журнала New Statesman. Ведь не похоже, что мы можем положиться на Трампа, пишет он. Так чего же ждать американской реакции, которая никогда и не поступит? Ударьте Путина там, где ему будет больно, в Брюсселе, призывает он. США сегодня расширили санкции в отношении России, но к случаю в Солсбери это отношение не имеет. Это ответ на киберактивность в предвыборный период 2016 года. Вспоминал сегодня о друзьях и союзниках и британский министр иностранных дел Борис Джонсон, но он не конкретизировал, о ком говорит, об американцах или все-таки о европейцах. В общем, в мире все восприняли с отвращением то, что случилось. И это очень важно, и мы продолжим пытаться донести до наших друзей и союзников, что нам, как международному сообществу, надо дать отпор России. Накануне солидарность с Британией выражали Франция и Германия устами нового министра иностранных дел Хайку Мааса. То, что произошло в Британии, это преступление, и оно должно быть раскрыто. И мы ждем, что Россия будет участвовать и сотрудничать в расследовании. Британские коллеги заявили, что это может быть в двухстороннем или ином формате, но это неприемлемо, и мы абсолютно разделяем британскую дипломатическую реакцию. Сегодня французский президент Мнель Макрон сказал, что тоже сделает заявление по Солсбери, но после того, как обсудят все случившееся с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее завтрашнего визита в Париж. Сделал заявление сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг, пообещал поддержку, пока, правда, только политическую. До сих пор не было ни необходимости, ни запроса о каком-либо практическом участии в расследовании. Если такой запрос поступит, я абсолютно уверен, что союзники готовы предоставить поддержку. Но и политическая поддержка важна, потому что мы даем понять, что Великобритания не одинока, но мы должны увидеть более широкую картину произошедшего, потому что покушение в Солсбери случилось на фоне того, что мы наблюдаем уже многие годы. Нельзя сказать, что Россия совсем не отвечает на вопросы Запада, отвечает. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что считает позицию Великобритании по данному вопросу безответственной, и что англичан нет доказательств. Сам Путин нет ничего не говорил сегодня, выступал перед толпой молодежи на форуме «Россия – страна возможностей». Оригинально сегодня выступило посольство России в Лондоне, Великобритании, опубликовав следующего содержания твит. Давайте его посмотрим. А текст такой. В 1992 году Россия закрыла все советские программы по производству химоружия. Некоторые ученые улетели на Запад, включая Великобританию, где продолжили свои исследования. А значит, делает вывод посольства, у Британии была возможность самостоятельно произвести нервно-паралитический газ. То есть сами вы скрипаля и отравили. Примерно так. Интересно, верят ли этому россияне? Масштабный соцопрос мы провести, понятно, не можем. Но давайте посмотрим, что говорили об этой истории сегодня про хуже на улицах Москвы в интервью корреспонденту агентства «Рейтер». В конечном итоге это все хуже для наших граждан, и благосостояние ухудшается. Надо какие-то искать путевыходы, как наложить отношения, может быть, в каких-то ситуациях нам нужно поступить с какими-то, возможно, внешними интересами, в угоду внутренней политике. Потому что на данном этапе мы, как бы это плохо не звучало, мы не можем ничего им противопоставить, потому что экономическими объективно слабее. Мне очень жалко этого человека, равно как и любого человека, который попадает в жернова между большими столпами политики. Может быть, это следствие его, судьбы его действий, может быть, это от него не зависело, но в любом случае, когда это происходит, это вызывает массу боли. Надо к всему относиться спокойнее, не поддаваться на провокации, мне так кажется. Мы сильная страна, мы выдержим, мы выстоим. Мы лучше, мы сильнее и мудрее должны быть. Прямо сейчас наша рубрика «Говорит Берлин». Сегодня мы спрашивали прохожих на берлинских улицах не вообще, не как обычно, какие вообще новости вам кажутся самыми важными, как мы обычно спрашиваем, а конкретно об истории покушения на Сергея Скрипаля. Нам было интересно, слышали ли вообще об этой истории жителей и гостей Берлина, кажется ли им эта новость важна и почему, а также кто, как они думают, может за этим стоять. Неужели все скажут «Россия»? Давайте посмотрим. Да, я считаю, что это тактика политиков со стороны Путина перед предвыборной кампанией, чтобы поднять народ на свою сторону, что вот мы хорошие и великие, а на нас несут напрасленок. Это уже не первый раз, что Россия получается как бы всегда, у нас всегда, мы всегда правы, все остальные на нас наговаривают, вот перед футболом, перед выборами. Я думаю, это были русские. Мне кажется, что после всего, что происходило в последнее время, можно предположить, что это дело рук российских спецагентов. Я верю, что это были русские, они единственные, кто могут себе позволить подобное. Я считаю, что британская военная разведка – это серьезная организация, поэтому я думаю, что они провели серьезное расследование, прежде чем делать заявление. И я думаю, да, за всем этим стоят российские спецслужбы. Ну, это же был российский двойной агент, поэтому я не думаю, что его пытались убрать болгарская или греческая разведки. Разумно полагать, что это дело рук России. Я так скажу. Я могу себе представить, что это были русские, но даже если это так, это не значит, что подобными вещами занимается только Россия. Есть другие страны, которые это делают. Важен ли этот случай для нас всех и для всего мира? Я так не думаю. Этот случай просто всплыл на поверхность, но я уверен, что есть и другие подобные случаи, которые важнее, чем этот. Вполне может быть, что это люди из русской мафии, выходцы из российских спецслужб. Вероятно, раньше они работали вместе, а в случае этого отравления это может быть просто сведением старых счетов. Я, например, тоже работаю в сфере, где определенные люди должны платить мне, но они делают это неохотно. Говорят, это были российские спецслужбы, чего, конечно, нельзя исключать, но вину России сначала надо доказать, но это будет непросто. Но реакция британцев, европейцев и американцев, как всегда, одинаковая. Вообще, это могли бы быть и американские, и британские спецслужбы. Это 100% дело рук спецслужб. Частный мотив в данном случае исключен. Завтра в программе «Восток-Запад» смотрите интервью с бывшими руководителями ЮКОСа, Михаилом Ходоковским и Леонидом Льневзленным в пятницу в Нью-Йорке. Они должны обнародовать результаты некоего, как они обещают, сенсационного расследования о питерском прошлом Владимира Путина. Моя коллега Люба Комырина расспросила Михаила Ходоковского и о многом другом. В частности, широко распространено мнение, что в ходе президентской избирательной кампании Михаил Ходоковский поддерживал и поддерживает Ксению Собчак. И также широко распространено мнение о том, что Ксения Собчак, как и прочие официальные соперники Владимира Путина на выборах, является некоторым образом кремлевским проектом. То есть получается, что Ходоковский поддерживает кремлевский проект? Ответ на этот вопрос был несколько неожиданным. Я могу привести несколько примеров, когда кремлевские проекты оборачивались для них большой проблемой. Ну, самый такой известный проект, это проект Навальный, который в 2013 году, как мы с вами помним, был силами генеральной прокуратуры вытащен из уголовного процесса, где он уже получил свой постоянный срок и переправлен на московские выборы. А в рамках московских выборов силами, опять же, Единой России ему были предоставлены голоса для того, чтобы он мог поучаствовать в президентских ФУ, в выборах мэра. Вот уж, да, проект администрации президента, я таких других вообще-то особо и не помню. Ну и что, довольны? Как? Вот они сейчас довольны, что они получили в результате этого проекта федерального политика, который их с удовольствием мочит. Полностью репортаж накануне. Смотрите в эфире канала Ост-Вест в пятницу в программе «Восток-Запад». О предстоящих российских выборах, которые, казалось бы, не обещают больших сюрпризов, пишет на этой неделе активно вся европейская пресса, тем не менее. Чего ожидают от 18 марта в Европе? Узнаем прямо сейчас. У Дарьи Сухарчук, обозревателя европейской прессы из редакции евротопикс.нет, Даша, добрый вечер. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, есть ли такие в Европе люди, газетные обозреватели, по крайней мере, кто действительно считает, что в это воскресенье на выборах в России может победить не Путин, а кто-нибудь другой? Ну, может быть, конечно, такие эксцентрики и есть, но лично мы о таких ничего не знаем. Европейская пресса пишет о переизбрании Путина, как и о свершившемся факте, и только что программы на новый срок не публикуют. И какие же они дают оценки? Это же были бы очень короткие статьи. Вот ссылка на программу, вот информация. Путина явно переизберут 18 марта. Есть, вероятно, еще какая-то аналитика. Да, например, многие задаются вопросом, почему же выберут Путина. Например, люксембургская газета «Люкотидьен» напоминает, что русские – это вообще такой многострадальный народ, который до этого пережил коммунизм, и это только для жителей благополучного Запада. Политика Путина кажется совершенно дикой. Это аннексия Крыма, это война в Сирии, это ненависть против ЛГБТ и всепроникающая коррупция. А россияне помнят 90-е годы голодные, помнят последние десятилетия коммунизма, и на фоне этого Путин выглядит очень даже ничего. Поэтому удивительно ли, задает вопрос «Люкотидьен», что русские избиратели предпочитают меньшее зло? Ну это звучит действительно очень разумно, очень сочувственно. То есть европейцы с пониманием относятся к происходящему в России, и с сочувствием к россиянам, даже самым ярым и отчаянным, назовем это так, сторонникам Путина. Верно ли я понимаю? Ну вот, в нашем сегодняшнем обзоре, это единственная публикация, которая настроена как-то более-менее сочувственно. Например, «Польская речь посполитая» пишет про то, что бюджетникам резко повысили зарплату накануне выборов Путина, и что избирком вообще ведет очень активную кампанию за привлечение людей на избирательные участки. И, как вы знаете, тоже людей призывают голосовать очень активно везде в России. Кто еще уделяет этому внимание? Ну я предположу, что если говорить о европейской прессе, это скорее ближайшие соседи России, кто имеет с Россией общую границу. Да, ну вот, например, эстонская газета «Постимеяс» пишет о том, что они вообще сходу отмежевываются от обсуждения результатов выбора. Их колумнист говорит о том, что выборы — это вообще цирк, его значительно больше интересует дата. А дата, между прочим, не простая, а годовщина аннексии Крыма. И он задается вопросом, что же будет в России теперь, потому что аннексия Крыма, с его точки зрения, полностью уничтожила существовавший до того миропорядок и сделала ситуацию совершенно непредсказуемой. Ну, в общем-то, события это только подтверждают. Об этом много говорилось в момент, когда произошла аннексия Крыма, что как же так, полвека все все соблюдали, неписанные и писанные законы, а тут вдруг все стало по-другому. И так по-другому уже четыре года как. Я, кстати, не думала о том, что действительно совпадение дат интересно случайно. Да, я тоже посмотрела, я тоже вспомнила об этом только вот буквально сегодня, но действительно тоже была середина марта, там буквально на пару дней разница. У нас есть еще немножко времени на еще какое-нибудь мнение, да. Да, ну вот, например, турецкая оппозиционная Арты Герчек не обсуждает тоже сами выборы Путина, пытается скорее подвести его итоги и напоминает своим читателям о том, что при Путине в России на самом деле не было решено большое количество проблем, что экономика так толком и не достигла уровня, ну, хотя бы своих евроспельских соседей, не говоря уж о США и Китае. Говорит обозреватель, правда он забывает, что в России население примерно в два раза меньше, чем в США, если не больше. Вот, ну и говорит о том, что в России есть всепроникающая коррупция, которая развратила все общество, и что будущее России тоже совершенно непредсказуемо. В общем, высказывание во многом в духе Навального. Ну, это очень выигрышный такой прогноз. Будущее совершенно непредсказуемо. В принципе, это можно было бы сделать в отношении планеты Земля. Да, действительно непредсказуемо, но мы будем надеяться в оптимистичную сторону. Мало ли, непредсказуемо, может, все будет еще и неплохо. Спасибо. Это была Даша Сухарчук, обозреватель европейской прессы. Из редакции evrotopics.net там можно найти на русском языке обзоры на самые разные животрепещущие темы. В частности, да, Даша, не отключайтесь. Я видела, что основная тема нашего сегодняшнего выпуска дайджеста новостей, то есть покушение в Солсборе, там тоже активно представлено сегодня, не так ли? Да, сегодня у нас есть целая подборка мнений, как всегда, из очень разных европейских газет со всех собранных стран. Ну, вот, например, по-моему, португальская газета есть, еще несколько разных, я, к сожалению, сейчас там скидку не вспомню. evrotopics.net и наши зрители все там. Да, и походите на evrotopics.net и читайте подборки новостей с комментариями. Спасибо. Это Даша Сухарчук. И, Даша, прощаюсь с тобой до вторника. До вторника. Ну и, собственно, выпуск на этом завершен. В студии была Мария Макеева. Завтра дайджест новостей ведет моя коллега Елена Астанина. И я прощаюсь до следующей недели. Как вы уже поняли, смотрите Ост-Вест. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова